Сколько уже пацанов погибло из этого д**ного вранья. Огромные потери, бессмысленные из-за вранья. Российская армия терпит серьезные неудачи. Несмотря на то, что Россия продолжает наступать, двигаться вперед, захватывать новые населенные пункты, российские военблогеры и военные эксперты признают, что на фронте творится настоящий ад. И это наступление дается российской армии очень дорогой ценой. В частности, самый популярный российский военблогер Юрий Подоляко буквально сорвался и накинулся на российское военное командование, которое обвинил в тотальной лжи. По его словам, командиры врут о реальной ситуации на фронте. И эта ложь уже обошлась российским военным крайне высокой ценой, потому что из-за нее они понесли в Курской области очень большие потери. Потому что я вижу в реальности, то, что я вижу, ну как я понимаю, с учетом всех обстоятельств, что докладывается наверх нашему командованию, это две разные реальности. В виртуальной реальности, которая докладывается в наш генеральный штабе, соответственно, дальше кладется на стол руководства у страны. У нас здесь все хорошо, мы освобождаем массу населенных пунктов. В реальности пройти все эти населенные пункты, как-то южнее погребков Орловка и Новая и Старая, Сорочины, а также сами погребки, это все пока не наше. Это под противником. А чтобы эти доклады подтвердить, командование нашей группировки на Курском участке заставляет нашу 810-ю бригаду, по сути, обнулять себя. Подоляка говорит, что российские командиры врут о захвате населенных пунктов и подают наверх своим генералам липовые отчеты. А чтобы затем эти лживые отчеты подтвердить, заставляют своих подчиненных, заставляют военных штурмовать в лоб укрепленные позиции ВСУ, которые в этих населенных пунктах находятся. То есть, они сначала населенный пункт закрашивают в свой цвет, типа он уже занят, а затем только посылают военных их отбивать. Ну и, по словам Подоляки, такая политика, такая тактика, она российской армии обходится очень дорого и стоит ей больших жертв. Огромные потери бессмысленны из-за вранья. И с этим дальше мириться нельзя. Это важнейшая проблема, которую мы искоренить должны в первую очередь. Вранье. Сколько уже пацанов погибло из этого дебанного вранья. И я очень надеюсь, что наше высшее военное командование наведет здесь в этом вопросе порядок. Да, сейчас наведет порядок. Война идет уже почти три года, уже почти тысячу дней. Все это время в российской армии реально одна и та же картина. Одна и та же с первых дней войны. То же самое вот это вранье, местные штурмы, большие потери. Ну, буквально вот три года мы слышим одно и то же от этих блогеров, в том числе от того же Подоляки. Но теперь Подоляка верит, что уж сейчас-то, да, российские генералы прозреют и резко начнут искренять вранье. Ну, типа три года не искреняли, но сейчас-то точно будет по-другому. Вот мне просто интересно. Он сам реально верит хоть одному своему слову. Наиболее эпичное поражение российская армия потерпела в Курской области у села Погребки. Там российская бронетехника наехала на минные поля, подорвалась. Погибли, в общем-то, в том числе и те, кто в ней находились. Есть видео, снятое с дрона. Я не могу, конечно, его разместить здесь. Но я разместил его у себя в Телеграм-канале. Если хотите посмотреть, я оставляю ссылку в описании к этому ролику на свой Телеграм. Сходите, гляньте, ну и заодно подпишитесь. Не лучше, на самом деле, ситуация у российской армии и в Харьковской области, где она продолжает штурмовать, к примеру, руины Волчанска. Уже полгода, мы помним, полгода назад Путин объявил, что, значит, создает санитарную зону в Харьковской области, как обычно, с таким пафосом, да. И вот прошло полгода, ну и, в общем-то, успехи очевидны, да. То есть за эти полгода единственное, что удалось россиянам, это просто сравнять с землей Волчанск, уничтожить целый город. И за вот эту санитарную зону, хотя это не санитарная зона, а непонятно что, но за нее уже отдали жизни тысячи российских военных. То есть тысячи просто погибли вообще во имя ничего. То есть эту территорию даже там Россия своей не объявила. Они просто, вот представляете, сколько людей умерло просто за санитарную зону. То есть, ну вот буквально ни за что, ни про что. Известный российский военблогер Максим Калашников, которого я регулярно цитирую у себя, значит, здесь в своих видеоблогах, он разместил в своем телеграм-канале рассказ российского штурмовика, который как раз воевал в Волчанске и описал свои впечатления от вот этих боев. Только посмотрите, что он пишет. Вжиг! Позади взрыв. Горячая волна прошлась по мне. Оглядываться, потерять несколько даже не секунд, а мгновений. Все равно повернул голову. Дрон Камикадзе попал в Игорь Ка. Его неживого отбросило в сторону. Делаю последний бросок и, проскочив между покореженными створками ворот, попадаю в относительно безопасное место. Слышатся разрывы нескольких мин. Бежал ли кто за нами, не знаю. Если кто и побежал еще, то ему точно не повезло. Пойду ли я на фронт еще? Надеюсь, рано будет заживать долго. Когда ты знаешь, что тебя никто не будет спасать, то желание воевать пропадает насовсем, пишет российский военный. Ну вот так. Когда немного не вышло с Киевом за три дня и стало понятно, какую цену придется заплатить, как-то желание проводить деноцификацию Украины у людей несколько поугасло. И похожее настроение сейчас можно увидеть практически везде во всех вот этих Z-телеграм-каналах, у всех российских Z-блогеров, у всех всевозможных военкоров. Примерно один и тот же настрой. Былая бравада, вот это все желание, значит, закидать шапками украинцев, все это резко куда-то улетучилось. И теперь все в один голос твердят про большие потери, про большие проблемы, про то, что на фронте позиционный тупик и непонятно, что вообще дальше делать и как. А у нас дикие потери, у нас мясные штурмы, у нас бросают массово таких, как Эрнест и Гудвин, на обнуление. Просто вот их история всплыла, а сколько еще безвестных таких групп сгинули, не записав видео. И это действительно проблема, потому что не просто так предлагают уже совсем безумные деньги за контракты, все равно люди не идут. В общем, украинская армия держится и продолжает наносить противнику серьезный урон. И мы слышим, как противник стонет, противник жалуется, противник ноет. Россияне уже далеко не рады, что вообще все это начали, но продолжают все равно так или иначе топить за войну, кричат, что нужно дальше дожимать до победы, хотя уже без огонька, без былого энтузиазма, но все равно еще по инерции бубнят. Хотя, мне кажется, уже всем все понятно, им понятно, что не будет никакого захвата Украины, разгрома и так далее, всего того, что им обещала в самом начале российская пропаганда. Я же со своей стороны не устаю напоминать, делаю это практически в каждом видео, что россиянам совсем не обязательно погибать на руинах Волчанской и заваливать его своими телами. Они могут это все, в отличие от нас, по своему желанию прекратить в любой момент. У них есть выход. Это нам некуда отступать, им же в любой момент достаточно просто оставить нас в покое, и все это сразу кончится. Тогда никто не будет погибать, не будет никаких проблем, не будет всех этих там тысяч тел, о которых они пишут. Достаточно просто это прекратить, заниматься своей страной и своими делами. По-моему, это очень просто и совершенно очевидно. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok